Владислав Сергеевич, Вам слово. Учитывая достаточно высокую налоговую нагрузку на физические лица в России, если принимать во внимание различные социальные, страховые выплаты, не получится ли так, что, возможно, еще больше рост налогов отобьет у людей желание зарабатывать деньги? Спасибо за предоставленное слово, уважаемые коллеги. В принципе, площадка Национальной службы новостей сегодня один из тех глотков свежего воздуха, где можно четко, предметно и жестко обсуждать кризисную ситуацию в стране. Сегодняшняя тема нищеты, бедности, социальной несправедливости и растущего фискального давления на население – это, конечно, острейшая тема. Действительно, такого рода социологические опросы, ощущение, что либо реально проводят люди с каким-то умственно отсталым, заторможенным развитием, либо это просто провокация. Это из серии, помните, когда принимали поправки Конституции, депутат Терешкова сказала, что ей пишут письма, и просят, чтобы были обнулины сроки правления, и можно было еще перезбираться к президенту. А некоторые депутаты от Единой России, когда голосовали за пенсионную реформу, говорили, что им пачками приходят просто письма, смс о замщении, люди на встречах требуют повысить пенсионный возраст на 5 лет, на 6, на 7 лет. Поэтому, конечно, это все попытка каким-то образом обосновать грядущее повышение фискальной нагрузки на население. Нам таким же образом объясняли, что надо повысить ставку НДС с 18 до 20%. То, что это будет убивать высокотехнологичные, но у коемкие производства, где высокая доля добавленной стоимости работы и рабочей силы, этого внимания не бралось. Нам точно так сейчас будут говорить, что россияне готовы платить больше денег за покупку бензина, не 48, а 55 рублей за литр, а потом 60, 65 рублей за литр, чтобы цены российские на внутреннем рынке были сопоставимы с европейским, условно говоря. Нам будут объяснять, что россияне хотят еще больше акцизов, налог на добычу полезных ископаемых, коммунальных платежей. Что, ну, как вы понимаете, это полнейшая глупость. То есть о каком повышении налогов может быть речь, когда у нас экономика в застой, народ беднеет, а малый бизнес вымирает. В прошлом году в России потеряно 2 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Потеряны, там, по разным оценкам, около 10 миллионов рабочих мест в моменте были потеряны, и недалеко не все восстановились. У нас с 2014 года падают реальные располагаемые доходы граждан. Они только официально, по данным Росстата, упали более чем на 13,5% с 2014 по 2020 год. Я вот тут мы сидим, разговариваем, да, мне кажется, что скоро уже и Росстат признают, у нас какой-то нежелательной организации, потому что какие-то цифры у вас плохие. Нам обещали экономические рывки, прорывы, майские указы, нацпроекты. А по факту в 2008 год падают доходы населения, и сегодня они ниже 2010 года. То бишь, вообще, в принципе, правильно было сказано Сергеем Михайловичем, что если и говорить о повышении налогов, то повышение налогов именно на сверхбогатых, на касту небожителей, на так называемую офшорную аристократию, на топ-менеджеров госкорпораций, госбанков, чиновников, депутатов в том числе, сенаторов, миллиардеров, золотую сотню Форбса. Потому что сегодня чудовищная поляризация общества. Вот буквально ехал сегодня на национальную службу новостей, читал отчет новой компании Boston Consulting Group. Слушайте, извините меня, цифры удручающие. 0,001, там, десятитысячная процента россиян, значит, 500 богатейших миллиардеров России, владеют сегодня 40% всех финансовых активов. 40%! Это в 4 раза больше, чем в среднем по миру, и в разы больше, чем даже в Китае, чем в Штатах, чем в Индии, в Японии, в Корее, в Германии, в Великобритании. 500 миллиардеров России официально, без учета полковников Захарченко, без учета полковника Черкалина, без Сердюковых, без прочих миллиардеров реальных во власти, которых мы, в принципе, тоже многих знаем по фамилиям, и мы эти все расследования видели. Вот только официальные миллиардеры владеют активами на 600 с лишним миллиардов долларов. Это больше, на секундочку, чем международные валютные резервы страны, которые сейчас тоже обновляют исторические максимумы, 605 миллиардов долларов. То бишь, понимаете, у нас с одной стороны, получается, есть меньшинство, которое владеет практически всеми недрами, богатствами, лес, нефть, газ, алюминий, уголь, что угодно, финансовые активы, облигации, акции. А с другой стороны, у нас есть половина населения страны, которые, по данным Росстата, живут на доходы ниже 25 тысяч рублей в месяц. Это 73-75 миллионов человек. И вот говорить, что вот эти пенсионеры, врачи, учителя, бюджетники, работяги хотят еще и себе повысить налоги, ну, конечно, это, мне кажется, это полнейшая глупость. Другое дело, что вопрос именно в том, чтобы, значит, как это подавался вопрос, что не просто повысить налоги, а вот чтобы вам потом в дальнейшем повысили пенсию, какие-то социальные выплаты, поддержку, значит, там, малый имущих. То бишь, это всегда маскируется. Давайте мы вам еще к НДСу поднимем, там, НДС еще на 2% поднимем, а давайте страховые взносы, которые 30%, сделаем 32%, и 2% будет страховое покрытие в случае, значит, безработицы, по сути по безработице. Давайте мы вам еще что-нибудь, то есть повысим, там, НДФЛ, причем не на сверхбогатых, что такое 15% НДФЛ на сверхбогатых, да? Ну, это уже смешно, только уром на смех. Во Франции, Швеции, Норвегии, в Штатах предельные ставки, верхние ставки 35-40-50% на сверхдоходы, в России 15%. А если вы получаете еще, как умный миллиардер, не зарплату, а получаете доходы в виде дивидендных выплат, ведь потому что никто же не получает высокий зарплат официально из владельцев крупного бизнеса, все платят себе дивиденды. То там вообще прекрасная история, там вообще ноль платится страховых взносов в небюджетные фонды. То есть пенсионный фонд, медицинское страхование, социальное страхование с нас, с простых россиян берет 30% взносов, там 20, значит, берут и пенсионный фонд, 20% берут, значит, оставшиеся там медицинское страхование, соцстрах, а с крупных денег они не берут вообще ничего. То бишь, вот это бросается в глаза и опять-таки повторюсь, что в итоге налоги повысят именно на простых россиян. К сожалению, к огромному. Я думаю, что это будет сделано после выбора в Госдуму, когда все предвыборные обещания будут забыты и скажут, что ну опять тяжелые времена, виноваты половцы, печенеги, виноват Ленин, виноват кто-то еще. Надо отнестись к пониманию. Повторю, что действительно вот не только там какой-то, знаете, Boston Consulting Group, американцы пытаются гадить России, да. Нет, другие там исследования, которые проводились и Forbes, и агентством, и Bloomberg показывают, что в России, соответственно, меньшинство официально долларовые миллиардеры, да, там владеют активами стоимостью больше 35% от ВВП. От ВВП 35%. Мы первые в мире среди крупных экономик. Мы в два раза практически обогнали Америку. То есть Индия, Америка по 19% от ВВП, долларовые миллиардеры владеют стоимостью их активов от размера экономики. Китай, динамично растущий, который 40 лет, темпы роста около 9%, который с 91 года по 2020 год вырос более чем в 14 раз, а Россия лишь на 22% и то сейчас падает, да, там 15% концентрация. И мы понимаем, что именно вот эта вот концентрация богатства среди очень немногих, она, с одной стороны, подрывает платежоснодспособность спроса внутри страны, она уничтожает спрос на высокотехнологичную продукцию, и люди просто не могут купить ничего, кроме продукта питания, оплату коммуналок и проезд на транспорт, ничего еще там, да, по мелочам. И, соответственно, плюс эти сверхбогатства невозможно потребить, их невозможно потратить, поэтому деньги просто выводятся из страны и идут на покупку, там, яхты, вилл, футбольных клубов, на такое демонстративное элитное потребление, поэтому, конечно, без нормальной прогрессивной шкалы, которая есть везде, там, да, во всех странах мира, и была в советские времена, конечно, невозможно будет обеспечить ни повышение пенсии, ни зарплат, ни финансирование медицины, образования, науки, социальной сферы, не остановить развал, значит, здравоохранения и всего остального. Вот, на самом деле вопрос был очень повреден правильным, потому что официально прожиточный минимум, там, 11 600, 12 тысяч рублей, конечно, это не прожиточный минимум, это издевательство над народом, это издевка, это на такие копейки прожить невозможно. И, вот, собственно говоря, те депутаты, например, Тодина России, которые голосуют за такого рода законопроекта, зарплата в 450-500 тысяч рублей и выше, да, им было бы самим полезно пожить на такой прожиточный минимум, либо, вот как у нас говорят руководцы страны, 17 тысяч рублей средний класс, да, но поживите, попробуйте, как говорится, мы будем только рады, только в путь. Вообще, в принципе, доходы и заработные платы чиновников, в том числе сенаторов, депутатов, министров, должны быть привязаны к среднему душевому доходу по стране. Это делается и в скандинавских странах, в Норвегии, Швеции, значит, Исландии, Дании, значит, Финляндии, и в Европе, и в Штатах. Доходы депутатов-сенаторов примерно где-то в 4-5 раз выше в среднем по стране. То бишь, это хотя бы объяснимо. В России разрыв может достигать 10 и более раз. Причем, за что платить такие деньги никому непонятно. Роста экономики нет, роста инвестиций нет. У нас сегодня по-прежнему инвестиции в экономику ниже на 5,5%, чем были в 2014 году. Рубль к доллару дешевеет, несмотря на то, что это основная задача, стабильность, устойчивость курса рубля, даже прописанная в Конституции за Центральным банком России. У нас какая-то устойчивость отрицательная, с 30 до 75 рублей за доллар, при той же самой нефти в 65 долларов, даже уже 72 доллара за бочку. Поэтому, конечно, прожиточный минимум необходимо повышать. И уже давно было сказано, что минимальная величина прожиточного минимума должна быть. Ну, вот здесь предложено было 17 тысяч рублей, необлагаемый минимум. Это можно спорить, там 20, 25, 17. Но понятно, что необлагаемый уровень доходов должен быть обязательно, как он есть в большинстве стран, уж тем более в группе G20 и уж тем более в группе ОСР, экономически развитых стран. Если мы туда все-таки стремимся когда-нибудь попасть и хотя бы догнать Португалию, которую мы так, кстати говоря, не догнали. Португалия по-прежнему больше душевой ВВП по паритету покупательной способности, чем в России на 30%. Там 38 тысяч долларов, у нас 27 тысяч долларов. Поэтому, значит, институт социологии Российской академии наук, институт экономики Российской академии наук и социологические опросы показывают, что, собственно говоря, прожиточный минимум должен быть не меньше 25-30 тысяч рублей. Значит, это то, что жизненно необходимо, это как раз-таки тот базовый доход, тот минимальный доход, который необходимо пытаться обеспечить россиянам на горизонте 3-5 лет, условно говоря, выходить к этому. Что касается дивидендов, премьер-министр Михаил Мишустин сам признавал, что практически 5 триллионов рублей были вывезены в виде дивидендов за рубеж в иностранные юрисдикции, прежде всего, конечно, Кипр, Британские и Виргинские острова, Голландия, это прочие офширные юрисдикции, только в 2019 году. То бишь, в принципе, эта динамика сохраняется, там около 5 триллионов ежегодно только дивидендов. Они облагаются по минимальным ставкам, сейчас, конечно, пытаются разорвать эти законопроектные соглашения об избежании нового налогообложения, но по-прежнему ставка, с моей точки зрения, остается низкой, и необходимо радикально снижать инвестиции, налоги на инвестиции, на рабочие места, на создание бизнеса, на модернизацию, реально снижать просто в разы, либо даже обнулять от обложения налогами тот доход, который реинвестируется в производство, и повышать серьезные налоги на вывоз капитала, на дивиденды выплаты и прочее, прочее. Особенность отойдет в иностранной юрисдикции. Эта история тоже пока, к сожалению, не двигается уже очень и очень многие годы. Так что здесь, как говорится, непаханное поле, и, к сожалению, мы видим, что даже по социологическим опросам главное, что волнует россиян, первая проблема – это именно риск потери рабочего места, это риск безработицы. Вторая история – это рост цен, ну и третья – они все вытекают из этой плоски. То есть россияне реально понимают, что в экономике у нас никаких пока прорывов и рывков нет, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест нет, ими даже не пахнет, в принципе, да. Значит, нет у нас и снижение уровня бедности в два раза, он вырос. И самое смешное, что это просто необъяснимо, у нас официальные, реально располагаемые доходы падают с 2014 года, а уровень количества россиян за чертой бедности, то есть за чертой бедности уже в нищете, то есть ниже прожиточного минимума, он сокращается. Он был там 20 миллионов человек три года назад, сегодня там 17,8. То есть при падающем уровне жизни у нас как-то сокращается количество россиян, кто находится в кромешной бедности, скажем так, да. Вот, и здесь, ну, то есть вот эта вот вся история, когда, знаете, люди же все видят, люди же все понимают, да. Люди видят, что, значит, с одной стороны, жизнь стала хуже, жизнь стала не веселее за последние годы, при этом только с начала этого года стоимость благосостояния богатейших российских миллиардеров выросла официально по оценке Bloomberg на 28 миллиардов долларов, это практически там 20 с лишним триллиона рублей. То бишь доходы населения упали на 3,6% в первом квартале, а кто-то стал богаче на 20 с лишним триллиона рублей, да. Люди это понимают. Дальше говорят, денег нет, но вы держитесь, там, да, вот, там КПРФ, ЛДПР и прочие оппозиционные партии сопротивляются, но всегда партия власти говорит, денег нет, но вы держитесь, давайте повысим то, давайте повысим это, давайте уберем какие-то, значит, там, стимулы для, какие-то там вычеты и прочие вещи, потому что не хватает денег. Но при этом 605 миллиардов долларов официально международные валютные резервы, из них каждый третий это доллар, это по большому счету деньги фонда на благосостояние, там уже 14 триллионов с лишним, да. То бишь и резервы государства растут, и вывоз капитала в том году 49 миллиардов долларов, в этом году еще около 20 за первые 4 месяца, и валютные резервы растут, и вопрос, а ради чего тогда вот это все копится, куда это выводится, если пришел черный день, а по большому счету людям-то практически ничего не припадает. Говоря про Китай, знаете, вот у нас там Китай, фабрика мировая, значит, уникальный экономический пример борьбы с бедностью, наращивание инвестиций, модернизация технологическая, да. 91-й год, официальные данные Всемирного банка, да, китайская экономика была меньше экономики не СССР, а РСФСР, почти что на 30%, мы были там около 520 миллиардов долларов, они были там около 370 миллиардов долларов. Сегодня Китай по обменному курсу 16 триллионов долларов, мы с трудом 1,7 триллиона, и, в принципе, мы стали сырьевым придатком, не только, скажем так, Европы, да, но и Китая. Структура внешней торговли с Китаем точно такая, 90% экспорта нашего, нефть, газ, металлы, уголь, лес, кругляк и немножко зерналистских переделов, да. Поэтому это, да, действительно такая история. И еще одна была инициатива, я напомню, что введение продуктовых, не просто там талонов, либо карточек, да, такая продуктовая поддержка адресная целевая малоимущих россиян, про нее говорили с 2014 года, что давайте, значит, тем, у кого доходы, например, ниже прожиточного минимума, на душу населения в семье, на каждого члена, давайте переводить, будем туда, значит, там, какую-то сумму денег, да. И изначально говорили, что дефицит вот этого доходов этих категорий, там, около 600 миллиардов рублей, надо заложить в бюджет и выделять каждому какую-то сумму, там, ну, там, условно говоря, там, может быть, 10 тысяч рублей, может быть, 5-7, но чтобы деньги были окрашены. Вы не можете пойти на них купить, там, я не знаю, стекломой, боярышник, там, водку, еще чего-то, вы можете купить только продукты питания, молоко, яйца, хлеб, макароны, там, сыр, творог, и, как бы, с акцентом на поддержку отечественного товаропроизводителя. Другое дело, что у нас даже в отечественном производстве структура импорта, доля импорта, машины, оборудование, станки, технологии, там, ядохимикат, удобрения, посевной фонд, она велика. Ну, мысль была правильная, в Штатах фудстэмпы, получая, там, около 60 миллионов человек, да, на них выделяются, значит, несколько десятков миллиардов долларов. Это была бы и поддержка и населения их, чтобы они могли купить все товары первой необходимости, продукты питания и сельхозпроизводство, и, соответственно, агропромышленного комплекса, в том числе и сельхозмашиностроение, да. 7 лет эту тему обсуждали, обсуждали, мусолили, мусолили, в итоге в этом году правительство заявило, что, ну, нет, тяжело, вот мы не понимаем, кому помочь, как деньги перевести, вот мы не понимаем, как их дать, там, то ли на карточку Сбербанка, то ли на карту мира, в общем, ну, не надо, как бы, мы другие какие-то механизмы сейчас поищем, поможем. Важнейшая история, о чем было правильно сказано, это именно перезапуска, это смена всей социально-экономической политики, это необходимость перезапуска всей российской экономики, потому что невозможно, вот, латать этот тришкин кафтан, да, на тонущем нефтегазовом Титанике, спастись, все равно всем не удастся, это очевидно, и там, второй и третий классы однозначно тонут, как мы это видим сейчас, значит, в Замкаде и в спальных районах даже Москвы, поэтому без реально смены экономической политики, без реально новой индустриализации, раскаболения, раскрепощения малого бизнеса, без того, чтобы сделать именно внутреннее производство, глубокую переработку основой и целью всей экономической политики, создание рабочих мест, повышение доходов населения целью всей бюджетной, налоговой, там, денежно-кредитной, финансовой политики, ничего не поменяется, но не может быть рост экономики без инвестиций. Все регрессионные модели показывают, что на, значит, на один, значит, что на один процент роста инвестиций в основной капитал, но пять процентов роста ВВП, там, соотношение один к двум. То бишь, если у нас инвестиции с 2014 года в минусе, в целом находились на пять с половиной процентов, да, мы не вкладываемся в оборудование, в станки, в машины, в рабочие места, в здания, значит, в капиталоемкое строительство, да, то у вас не может быть рост экономики в принципе. То есть на чем вы будете расти? На проедание оборотового капитала, на перераспределение нефтегазовых доходов через розницу, покупая импорт, да, это тоже не выход. Поэтому, повторюсь, но выехать только на госинвестициях, национальных проектах, там, построим мосты, построим эстакады, построим, там, транссипы, бам, значит, такая треконструкция, на этом не выехать. Необходимо мощное экономическое движение снизу по всей стране, а у нас, к сожалению, малый бизнес до ковида закрывалось по 400-500 тысяч предприятий ежегодно, да, в ковидный период 2 миллиона, и фраза про не кошмарить бизнес. В 2014 году это было сказано президентом, тогда под уголовными делами были 190 тысяч предпринимателей, в 2017-2018 году уже 240 тысяч человек предпринимателей под этими делами, в 2020 году, по оценке Бориса Титова и Деловой России, уже более 340 тысяч предпринимателей под уголовными делами, там, якобы, за мошеннические операции, экономические статьи. То бишь, понимаете, вы, с одной стороны, повышаете издержки производства, делаете нерентабельную внутреннюю переработку сырья, внутреннюю, скажем так, внутреннюю производительную деятельность, параллельно идут наезды, рейдерские захваты, значит, и все-все остальное, плюс падает доходы населения, спрос сжимается, и люди, слушайте, люди набирают кредиты просто астрономическими масштабами. 22 триллиона рублей только официально сейчас долги россиян. С начала года выросли уже на полтора триллиона рублей. Доходы упали на 3,5%, а полтора триллиона прирост задолженности перед банкирами. В том году 2,5 триллиона, а за 4 года мы удвоились. Был 11 триллионов долгов россиян, стало 22,5 при стагнации и кризисе в экономике. Поэтому здесь однозначно уже времени на раскачку нет, хотя мы давно уже все слышим, и действительно необходимо менять целиком всю экономическую политику. Реально корпоративные прибыли растут, я посмотрел официально цифры Росстата, буквально там они пару дней назад вышли, у нас нет никакого кризиса в корпоративном секторе. Я не беру малый бизнес, потому что он не учитывается в этой статистике Росстата, я не беру самозанятых, там понятно, там падеж массовый, крупный средний бизнес, даже без учета банков, где еще полтора триллиона рублей доходов чистых прибыли, там 1,7 триллиона, и без учета теневого сектора, прибыли выросли чистые в 3,5 раза за январь-апрель этого года, к январю-апрель прошлого года. 5 триллионов рублей – это исторический максимум прибылей, полученных российскими компаниями. Прежде всего это нефтегазовый комплекс, это прежде всего удобрения, металлурги, химики, экспортеры-экспортеры угля и всего-всего остального. То есть реально деньги есть и денег много. То, что эти деньги в Россию не направляются, это другой вопрос. Это налоговый стимул, это освобождение от налогов той прибыли, которая инвестируется. Но у людей в принципе в обществе есть очень четкое ощущение несправедливости. Почему то, что создавалось в Норильске и Никеле, основно говоря, Новолипецкие медкомбинаты, Мечелы, магнитогорки и прочие предприятия, которые в 90-е просто были забраны за деньги бюджет и отданы так называемой семье банкирщине. Почему эти, скажем так, прибыли, платежи из налога на прибыль и всего остального минимальны, прибыли растут, дивиденды рекордные, а у нас работники и рабочие даже в Норильске, не знаю, и на других предприятиях, алюминиевые промышленности, медные, какое угодно, получают зарплаты в разы, в 4-5-6 раз ниже, чем в Европе, либо в Австралии и в Канаде, в сырьевых экспортных экономиках. Поэтому, конечно, вопрос все равно встает. И именно вот эта жадность крупного бизнеса, условно говоря, олигархов, и отсутствие нормальной налоговой политики провоцирует постоянно социальную нестабильность. И вопрос о том, что пересматривать итоги приватизации 90-х годов. Поэтому здесь действительно эти деньги, к сожалению, практически не вкладываются. И в том числе по той причине, что банально, легче, проще, понятнее быстро получить доходы от экспорта сырья, вывести округляк, либо уголь, чем заниматься здесь реальной переработкой. Это и риски больше, и посадить могут, и делиться с кем-то придется. И вообще, в принципе, зачем этим заниматься, когда и так все неплохо. Очевидно, что у нас все время какая-то пожарка. Вот внезапно что-то случилось, и снова мы к этому не готовы. Это был 2008-2009 год, шоковая девальвация, 2014-2016 год, сейчас 2021 год. Слушайте, но элементарно регулируются внешнеторговые и внешнеэкономические потоки и деятельность через как раз-таки тарифные методы регулирования внешней торговли, в том числе через пошлины. Если бы мы были импортерами леса, нефти, нефтепродуктов, зерна, угля, чего угодно, то понятно, мы их закупаем по мировым ценам, и мы вынуждены, конечно, не продавать их дешевле населению, и бизнесу тяжело. Но если мы являемся крупнейшими экспортерами практически все таблицы Менделеева, и лес, и уголь, и нефть, нефтепродукты, и никель, алюминий, платина, палладий, золото, то никакой проблемы нет. Сделать так, чтобы внешние цены, пускай они будут высокими, но чтобы внутренние цены не росли по равнодоходности поставок за внешние. Потому что, видите, если у вас рубль к доллару упал, не 60, и уже не 50 рублей за доллар, а 72, то понятно, что еще на фоне двух- и даже трехкратного роста цен на сырье, а индекс цен на сырье по оценке Блумберга взлетел более чем в 2,2 раза за последний год, то, конечно, мы либо должны внутренние цены поднять до мировых, но зарплату-то никто не поднимает до мировых, пенсии никто не поднимает до мировых, темпы роста экономики, развития предпринимательства, промышленности и всего остального. Тогда действительно не надо потом удивляться, почему у вас цены на бензин растут, на мазут растут, на древесину. Элементарно делается. Вы рассчитываете баланс спроса и предложения плюс экспорт-импорт внутри страны потребления, понимаете, сколько вам необходимо в физическом выражении, соответственно, то, что идет на экспорт, повышает экспортные пошлины и выравниваете внутренние цены с внешними. Что касается ситуации с инфляцией, то действительно сейчас происходит то, о чем мы говорили, то, что мы прогнозировали в этой студии с Алексеем еще буквально в начале этого года, то, что инфляция маховика разгонится. И даже несмотря на всю, с моей точки зрения, оторванность методики Росстата по оценке инфляции, которая занижает, я считаю, в 2-3 раза реальный индекс цен, все равно даже Росстат фиксирует ускорение инфляции до 6% в мае месяце и продукты питания на 8%. Поэтому само население оценивает инфляцию выше 12% по оценке Центробанка. Многие продукты питания подорожали на 20%, 30%, 40% и более того, особенно сахар, подсолнечное масло, крупы и прочие вещи. Центробанк будет повышать процентную ставку. Дважды поднял уже ставку 0,25%, 0,5% пункта. Я думаю, что в ближайшее время будет повышение еще на 50 байсных пунктов до 5,5% годовых. Я думаю, что до конца года мы можем увидеть повышение еще выше, вплоть до 6% к уровню Центробанка инфляции. Поэтому это все, конечно, ударит и по доступности кредитов, и по доступности инвестиций, по рабочим местам. А инфляция растет не из-за того, что денег много у нас, не потому что люди много потребляют, ходят в магазины, это не инфляция спроса, это инфляция издержек. Растут налоги, растут издержки, девальвация рубля, растут закупочные и импортные цены, и инфляция разгоняется. Это не связано с народом вообще никак.